Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады вас приветствовать. Как я понимаю, на новой площадке фонд Горчакова наконец обрел полноценную штаб-квартиру. Мы этому очень рады. Программа «Диалог во имя будущего» по-моему пользуется успехом и популярностью. Об этом говорит и расширяющееся количество участников, и расширение географии. Стран, которые здесь представлены. В этом году встреча посвящена памяти Евгения Максимовича Примакова, нашего выдающегося политического и государственного деятеля, академика, который всегда приветствовал контакты с молодежью, хотел видеть молодых, заинтересованных людей в дискуссиях, прежде всего по осмыслению ключевых проблем международной повестки дня, и всегда хотел видеть и слышать новые идеи, новые инициативы, которые, я рассчитываю, прозвучат и по итогам вот этого цикла «Диалога во имя будущего». Обстановка в мире непростая. Она характеризуется высокой степенью неопределенности, накоплением кризисных элементов. И, безусловно, в такой обстановке диалог откровенный, искренний обмен мнениями, споры, поиск каких-то общих подходов являются весьма и весьма востребованными. Мы очень ценим контакты с гражданским обществом. Наше министерство эти контакты реализует в разных форматах. Это и регулярные встречи с неправительственными организациями, это и деловой совет при министре иностранных дел, это и наши встречи с средствами массовой информации. Научный совет при министре тоже является весьма и весьма важной структурой. Дискуссии по линии общественной дипломатии являются составной частью нашей работы. Они позволяют взглянуть на многие проблемы шире, глубже и обсуждать в открытом режиме самые сложные и неоднозначные сюжеты. Поэтому, как я уже сказал, нас радует ежегодное расширение географии проекта «Диалог во имя будущего», в том числе за счет европейских стран. Как я понимаю, эта тенденция растает и в этом году. И буду очень рад послушать комментарии, вопросы от наших участников. События последнего времени показывают, что мы можем достигать успеха только на основе коллективных усилий. Не состоялся ни биполярный мир, ни однополярный мир. И любые попытки действовать в одностороннем порядке не приносят результата. Они контрпродуктивны. И более того, они приносят хаос, неопределенность. Имею в виду и настойчивую линию, несмотря на провалы в прошлом, на смену неугодных режимов, навязывание собственных моделей развития, собственных ценностей, без учета национальных традиций. В результате всего этого мы уже наблюдаем слом государственности во многих странах Ближнего Востока и Севера Африки. Наблюдаем превращение обширных территорий этого региона в зону анархии. Чем активно пользуются радикалы и откровенные террористы. Недавние кровавые акты захлестнули и Европу, и Соединенные Штаты, и Ближний Восток, и Африку. Россия тоже понесла тяжелейшие потери, когда был сбит наш пассажирский самолет над Синайским полуостровом. Но все это показывает, что расчеты создать некие островки безопасности, отгородиться заборами от беспокойных соседей, не срабатывают. И, как я уже сказал, лишь коллективно мы можем обеспечить глобальную безопасность и устойчивость развития. Поэтому для нас сейчас совершенно очевидна необходимость отложить в сторону все второстепенное и сконцентрироваться на борьбе с терроризмом. Это общая угроза для всех, без исключения государства. Тем более, когда появилась такая зловещая группировка, как ИГИЛ, которая бросила, по сути, вызов всей человеческой цивилизации и замахнулась на создание собственного квази-государственного образования. Борьба с этим злом должна стать для нас всех абсолютным приоритетом. Здесь абсолютно неуместны расчеты на то, что можно будет какие-то свои геополитические амбиции реализовать. Параллельно с этой борьбой ее нужно выстраивать на прочной основе международного права под эгидой ООН без двойных стандартов. Вы знаете наверняка, если вы интересуетесь международной политикой, антитеррористической борьбой, в частности, об инициативе президента Путина, которую он выдвинул, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН о формировании единого контртеррористического фронта. И мы привержены этой линии и не просто ее провозглашаем, но настойчиво продвигаем в контактах со всеми нашими партнерами. Примером этому является, по-моему, позитивная динамика вокруг сирийского регулирования, когда удалось за одним столом переговорным собрать всех внешних игроков, которые реально влияют на обстановку в этой стране. И это действительно значительный успех. Теперь, когда эта группа сформирована и изложила приоритеты, которые, по мнению внешних игроков, должны вести нас вперед в урегулировании этого тяжелейшего кризиса, очень важно достигать практических результатов. Приоритеты эти весьма и весьма четкие. Это бескомпромиссная борьба с терроризмом, прежде всего с ИГИЛ, Джабхат Ан-Нусрой и им подобными, и параллельное продвижение политического процесса с участием всех, без исключения, сирийских политических сил, всех этноконфессиональных групп, с учетом их интересов и обеспечением этих интересов в рамках вот этой реформы. Я уверен, что этот подход абсолютно применим ко всем другим кризисам, которые мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке, на Севере Африки, да и в других регионах. Это верно и для Сирии, это верно и для Ливии, для Йемена, для Ирака. И, безусловно, когда мы пытаемся справиться с этими современными вызовами и угрозами в виде рисков развала целых государств, нам нельзя забывать о застарелых конфликтах. Если говорить о регионе Ближнего Востока, это прежде всего Палестино-Израильский конфликт, который многие-многие десятилетия не может разрешиться. И здесь, конечно, международное сообщество должно, в общем-то, действовать гораздо более активно и не пытаться просто плыть по течению, изобретая предлоги, которые оправдывают бездействие. Конечно, мы исходим из того, что все конфликты должны получать адекватную реакцию мирового сообщества, не только те, которые разворачиваются в Ближневосточном регионе и на севере Африканского континента. Остальная часть Африканского континента, между прочим, также далеко неспокойна. Многочисленные застарелые конфликты во многих странах Черной Африки, так называемой, также находятся на поездке дня Совета Безопасности, и их урегулированием необходимо заниматься самым активным образом. Но и Европа тоже не свободна от кризисных явлений. Прежде всего, конечно, это украинский кризис. Здесь есть ясная дорожная карта движения вперед. Это Минские договоренности от 12 февраля. И их необходимо реализовывать в полном объеме и в точном соответствии с той последовательностью шагов, которая была одобрена в Минске в феврале этого года. Безусловно, украинский кризис – это проявление тех проблем, которые накапливались в течение последних 20 с небольшим лет в Европе, прежде всего в сфере европейской безопасности. Нам не удалось пока еще, по крайней мере, сделать так, чтобы главная паневропейская организация, имея в виду Организацию по безопасности, сотрудничество в Европе, смогла удовлетворять все без исключения интересы, смогла найти баланс интересов. Поэтому проблемы строительства европейской архитектуры, которая опиралась бы на единое экономическое, гуманитарное пространство, на принцип равной неделимой безопасности, является очень важной задачей. И в качестве одного из направлений движения к этой цели мы рассматриваем сделанные нами предложения о проработке конкретных путей гармонизации процессов европейской и евразийской интеграции. Мы проводим активную внешнюю политику. Самостоятельный внешнеполитический курс является нашим важнейшим завоеванием. Самостоятельность не означает изоляции ни в коей мере. Наоборот, мы открыты к самым разным контактам и по двусторонней линии со всеми странами, кто готов вести дела на основе равноправия и взаимной выгоды, и контактам в рамках многочисленных многосторонних форматов. Ну, конечно, это Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности. Это также Евразийский экономический союз, Организация Договора Коллективной Безопасности, Содружество Независимых Государств. Это и БРИКС, ШОС, Группа 20 и другие диалоговые форматы, которые мы уже установили со многими региональными организациями, включая Африканский союз и субрегиональные объединения Африканского континента, включая сообщества латиноамериканских и карибских стран и субрегиональные объединения латиноамериканского континента, включая АСИАН, в целом структуры, которые действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. АСИАН АСИАН